Добрый день всем! Здравствуйте! Как у вас настроение? Ну, так как у нас вебинар, который я записываю, так как у нас некоторые, точнее многие, не смогли на нем присутствовать, я надеюсь, что у вас настроение замечательное. Я представлюсь. Меня зовут Юлия Жукова. Я являюсь координатором компании AVEN. И сегодня я хочу немножко отвлечься и рассказать о выборе декоративной косметики Вейва. Не многие знают, как это правильно делать, а тем более не готовы давать правильные рекомендации своим клиентам или же своим новым представителям. Ну что, у нас стоят всегда вопросы. Какой оттенок румян выбрать? Какого цвета оттеней или губную помаду мне подобрать? Такие, каковы они должны быть, чтобы они подошли мне? Станут ли эти оттенки логичным завершением образа или будут кричать о моем безвкусии? Что же с этим делать? Важно помнить, оттенки в декоративной косметике нужно подбирать так, чтобы они сочетались с цветом одежды. Теплые цвета одежды будут гармонировать с теплыми оттенками макияжа. Холодные цвета одежды будут гармонировать с холодными оттенками макияжа. Но нельзя делать постоянный упор на одежду и макияж. Оно должно гармонировать, а не четко отражать одежду в вашем макияж или же макияж одежды. Вот смотрите, здесь представим цветовой круг йоты. Это самый цветовой спектр, который является вашей нашей подсказкой. Холодная часть спектра находится слева. Теплая часть цветового спектра находится справа. Посмотрите внимательно. И в дальнейшем я расскажу, что это означает. Итак, должна вам сказать, что на нашем сайте можно легко пройти тест, по результату которого вы узнаете, к какому светотипу вы относитесь. Что для этого нужно? Вам там предоставятся некоторые варианты ответа. Вам необходимо будет выбрать, какого цвета у вас волосы, какого цвета у вас глаза, какого цвета и какого объема у вас брови. Таким образом, по результатам теста вы узнаете, к какому светотипу вы относитесь. Но это вы сможете точно и правильно сделать на нашем сайте. После регистрации представителям вы легко можете пройти этот замечательный ознакомливающий тест. Но перед вами предоставлен мой светотип, к которому я отношусь. Я никогда не думала, что как бы мне могут... Вот именно конкретно вот этой типу я могу относиться. Но, тем не менее. Значит, вообще у меня зимой день рождения. Вот. И я так думала, что холодным оттенком больше мне как-то вот тянет. Но я нестандартный такой человек, поэтому мне много что нравится, много что не нравится. Ну вот, пройдя этот тест, я вот интересный такой нюанс заметила. Смотрите, что описано. И в чем преимущество этого теста? Здесь он говорится о том, к какому светотипу вы относитесь. То есть, этот цветокик может легко позволить себе найти какие-то определенные цвета. И по результатам будет вам предложено конкретный вид цветов, которые вы легко можете... С которыми вы легко можете экспериментировать. Ну что ж, давайте вернемся к этапам выполнения макияжа. Начнем с того, что я просто произнесу их последовательность. Первое – это тонирование лица. Второе – коррекция мелких недостатков кожи. Третье – припудривание. Четвертое – контур глаз. Пятое – нанесение теней. Шестое – оформление бровей. Седьмое – нанесение румян. Восьмое – окраски теней. Девятое – контур губ. Пятое – нанесение помады или блеска. Ну что ж, а теперь на каждом пункте мы остановимся поподробнее. Итак, тонирование лица. Глазкая ровная кожа – это признак красоты и молодости. Тональные средства выравнивают цвет лица, подготавливают основу под макияж. Формы тональных средств могут быть жидкие, крем-пудры, крем-мусы, пудры. Кому, что, как им нравится. Дело в том, что иногда стоит вопрос даже не нравится, а в том, что подойдет именно вашей коже. Для этого у нас в компании предусмотрены пробники, которые вы легко можете заказать, если вы являетесь представителем. Это легко сделать по журналу «Фокус». Если вы просто смотрите и являетесь клиентом, возможно, то вы можете у своего представителя узнать подробности данного, возможности данного приобретения пробников. Потому что по пробникам мы легко можем вам подобрать то, что вам необходимо, а также цвет, если вы его точно не знаете. Дальше. Коррекция мелких недостатков кожи у нас. Существуют некоторые кремообразные консилеры, применяются которые на коже вокруг глаз. Кремообразные консилеры по мере нанесения растушевывают подушечками пасты или кистью. Карандаши-корректоры используют на коже лица. Карандаши-корректоры наносят тёхимус вбивающими движениями только на проблемных участках кожи. Результат выполнения вы видите на данной картинке. То есть тональными средствами прошло и по всему лицу и шее. А коррекцию маленьких недостатков кожи мы консилерами убираем. Опять же, мы экспериментируем. А также, для того, чтобы не экспериментировать, если у вас уже есть определенные тональные средства, определенная фирма, определенный маркет, определенного бренда, то консилер, я думаю, что подойдет именно этой же марке. К сожалению, консилеры у нас не предусмотрены в пробниках, но я говорю, что если вы по пробнику подбираете тональные средства, то консилер вам необходим именно этой же самого бренда, этой же самой фирмы. Дальше идет у нас припудривание. Рассыпчатая пудра идеальна для домашнего собственного использования. Пудру наносят большой кистью легкими порхающими движениями. Компактная пудра поможет поправить макияж в течение всего дня. Цвет пудры может совпадать с цветом тонального средства, либо быть чуть-чуть на тон светлее. У каждой женщины должна быть рассыпчатая и компактная пудра. Предлагайте клиентам купить кистью для макияжа, для того, чтобы было удобно наносить, и чтобы некоторые клиенты потом не возмущались того, что неправильная пудра, неправильная тональная средства. Просто нужно его правильно наносить, и тем самым правильно подбирать кисти для макияжа. Контур глаз. Контур глаз – один из самых эффективных способов сделать глаза более выразительными. Подводка позволяет корректировать форму глаз. Подводка зрительно делает ресницы более густыми. Контур проводится вдоль линии роста ресниц по верхнему веку. На нижнем веке подводка наносится у верхнего уголка глаз. Подводка карандашом поддается растушевке. Посмотрите, здесь первый, второй, третий пункт легко покажем, как это правильно сделать. Но дело в том, что на этом не останавливаться, можно не останавливаться или не только так делать. То есть это является некой базой, такой показанием того, что рекомендую делать, и для чего это, ну, как правильно наносится, как выделить глаза. Но есть множество других некоторых нюансов, которые работают на ваши глаза. То есть когда-то вы хотите глаза, чтобы у вас были меньше, когда-то зрительно меньше, когда-то вы хотите, чтобы они были зрительно больше. То есть это техники, те, которые работают с контурированием глаз. Это не данная тема, но я захочу сказать, что эти пункты, показанные на картинке, это не являются именно обязательным условием. Здесь нужно еще оттолкаться от того, какой эффект для глаз вы хотите получить. Поехали дальше. Нанесение теней. Тени для век подчеркивают цвет и форму глаз. Макияжи акцент делают либо на глаза, либо на губы обычно. Консистенция теней Эйвен – это тени-карандаши, прямообразные тени, сухие, компактные и рассыпчатые тени. Дело в том, что, опять же, кому как и что нравится. Ну, вот мы подходим к закономерностям цветового круга. Дело в том, что этот круг легко, который я им вначале показывала, он легко является неким помощником для нас. Почему? Потому что это, ну, психологический цветовой круг, который сделан не просто так. Просто рассыпчатайте его или сфотографируйте. Будьте, имейте себя под рукой. Дело в том, что напротив цвета, напротив каждой друг друга, они могут как и подчеркивать друг другу, помогая в определенных моментах, но и усиливать. О чем я говорю? Если у вас, к примеру, глаза покраснели, нельзя использовать зеленые тени, по той просто причине, что это еще сильнее выделит то, что у вас круто окраска. Если белки глажут желтизной, не используйте сиреневые тени, потому что это будет еще, ну, пропадать будут глаза, просто не используйте их. Если под глазами или на лице имеются некоторые фигментные пятна, воздержитесь от синих оттенков теней. То есть, если есть недостатки, так же легко можно скрывать другими тенями, оттенками. Если же, ну, то есть, нельзя подчеркивать, имейте это в виду, этот круг у вас должен быть вот просто вот вспомогательный элемент под рукой. фигменты. Вот пример. Например, вот у вас или у кого-то кари глаза. Что с этим можно делать? И как, какие цвета мы рекомендуем? Для кари глаз подойдут сиреневые, синие, зеленые оттенки. Посмотрите. Дальше. Если у вас голубые и синие глаза, оттенят их медные, персиковые, коралловые, бежево-коричневые тени с ровными пигментами. Дальше. Если у вас зеленые глаза, их может подчеркнуть оттенки коричневых, розовых и сиреневых теней. Ну, так перешли мы, давайте к нанесению теней. Как же ценно наносить и каковы нюансы? Сначала наносится основа под тени для век. Затем тонким слоем на верхние века наносятся светлые тени. После этого накладываются темные тени по линии подводки. Темными тенями выделяется также и складку верхнего века можно выделить. Если глаза широко посажены, темные тени наносятся у внутреннего, внутреннего уголка глаза, а светлый – у внешнего. Это если глаза широко посажены. Еще раз. Чтобы подчеркнуть изгиб брови и сделать глаза более открытыми, наносим немного светлых теней под бровями. Тени должны быть хорошо растушеваными. Переход от светлых тенов в темный – плавный. Оформление бровей. Брови придают выразительность лицу. Щеточка для бровей поможет расчесать и уложить брови. Для окрашивания бровей используются коричневые и серые оттенки карандашей для бровей, карандашей для глаз или темные оттенки ступик теней. Цвет бровей должен быть у блондинок на тон темнее цвета волос, у брюнеток на тон светлее цвета волос, у шатенок он может быть близким к цвету волос. Нанесение румян. Следующий этап. Румяна придают образу нежность. Румяна представлены в теплых и холодных оттенках. С помощью румян можно смоделировать форму лица. Румяна наносят специально большой кистью. Вертикальные штрихи румян сужают овал лица. Горизонтальные штрихи румян расширяют овал лица. И на этом нужно быть очень осторожным, и это всегда помнить. Еще раз повторяю. Верхние штрихи румян сужают овал лица. Горизонтальные расширяют овал лица. Окраска ресниц. Красивые ресницы придают глазам особое очарование и необыкновенную женственность. Туши для ресниц придают женским ресницам объем, длину и изгиб. Смотрите, это всего лишь некоторые бренды в нашей категории представлены. Здесь не все. Окраска ресниц – основные правила. Здесь нужно какие-то знать. Черная тушь универсальна, но коричневая тушь прекрасно подойдет для северного макияжа. Ресницы верхнего объекта прокрашивают от корней кончиком с вигзообразными движениями. Нижние реснички прокрашивают легкими горизонтальными движениями. Дальше – контур губ. Контурный карандаш подчеркивает губы, передает им красивую форму. Цвет контура должен соответствовать цвету губ или помады. Или, может быть, немного темнее помады. Четкий контур зрительно уменьшает губы. Я должна заметить, что выкручивающиеся карандаши Эйвен для губ удобны в использовании, а контур долго держится на губах. Я могу сказать, что это на самом деле так, и это проверено. Но и нанесение помады. Помада придает губам чувственность и выразительность. Помада дополняет, защищает кожу. Она также дает определенный шарм. Но давайте вспомним о том, что акцент нужно делать либо на губы, либо на глаза. Это, если вы придерживаетесь каких-то определенных правил, норм. Но не все всегда. Это просто некоторое дополнение, скажем так. Цветовые и синицелопомад тоже делятся на холодные и теплые оттенки. Есть у нас и холодные оттенки. Это вот лиловые, сливовые. Теплыми оттенками являются бежевые, коралловые. А красные и розовые подойдут как холодным, так и теплым оттенкам. Окрашивание губ. Теплая блестящая помада или блеск зрительно увеличивают губы. Темная матовая помада зрительно улучшает губы. Помаду рекомендуется наносить кисточкой. Тогда она более прокрашивается и более выразительные губы становится. Чтобы помада дольше держалась на губах, можно промокнуть губы на графике, а потом промокнуть губы салфеткой и нанести еще один слой помады. Средства Эйвен для макияжа. Здесь представлены не все категории, но о которых мы говорили. Это средства для макияжа, но собладают дополнительными эффектами. Они увлажняются, питают кожу, защищают от тухлых излечения, долго сохраняют нестыщенный цвет. У каждой женщины должен быть минимальный набор макияжа. Инструменты для макияжа. Если вы представитель и делаете на это упор, вы можете предложить женщине купить инструменты, с помощью которых она сможет выполнить неотретийный макияж. Также эти инструменты вы можете приобретить для себя, для того чтобы тоже выполнять неотретийный макияж, но мы себе. Сюда входят кисти, спонжи, щипчики для бровей, точилки для карандашей, приборчики для прокручивания ресниц, монетюрный набор, пилочки для полировки носки. Итак, самый изыскательный ваш клиент – это вы, Сан. Будьте внимательны и предупредительны с клиентом. Используйте свои знания, чтобы вовремя предложить ему средства, которые логично дополняют его покупку. Это могут быть средства для снятия макияжа, контурные карандаши для глаз, скины для век, суши для ресниц, румяна, контурные карандаши для губ, губные помады, бежу, бижутерию, аксессуары. Но предлагаем это по мере того, что клиент заказывает и отталкивается от его потребностей, а не впихиваемся к утра. Помните, что главное – быть профессиональным в этом деле. Основными инструментами для работы с клиентом должны быть, или мы предлагаем вам, чтобы у вас были и имели при себе таблицу оттенков коротерной техники Avon. Пробные образцы и демо-продукты. Помните, что вы – это клиент, который показывает пример того, каков наш продукт. То есть вы, грубо говоря, ходячая реклама. Всегда помните об этом. И выгляните всегда на все 100%. Я вам желаю огромных продаж. Выжимайте максимум из каждой возможности, но при этом работая профессионально. Я хочу процитировать еще некоторую фразу, сказанную Радиславом Гондопасом, что алгоритм успеха – это «Придумал, подумал, сделал, не получилось, погрустил, переделал, получилось, заскучал, придумал что-то еще». Всегда помните об этом. И всем пока-пока. До свидания. С вами была Юлия Жукова. Субтитры создавал DimaTorzok